Новая попытка отобрать квартиру у бабушки, которую мошенники вынудили свою квартиру продать за полцены, деньги отобрали, а потом ее силой стали выселять из квартиры. Как мы рассказывали, весной Валентине Ивановне Кудряшовой позвонил некий представитель службы безопасности по фамилии Науменко. Он убедил ее, что все ее финансы под угрозой. Якобы некие мошенники хотят взять кредит на бабушку, и для того, чтобы спасти деньги, нужно вклады срочно перечислить на определенный счет. После такого якобы спасения денег, тот же самый Науменко убедил Валентину Ивановну, что хоть деньги уже в безопасности, под угрозой квартиры. Ею хотят якобы завладеть черные риэлторы. Чтобы квартиру спасти, нужно срочно квартиру переоформить на некого надежного человека, который потом эту квартиру якобы вернет. Этот телефонный Науменко дал телефон риэлтора Сергея Зайцева, и он за полцены выкупил квартиру Валентины Ивановны. А деньги она сразу же отправила на тот самый счет, который указал Науменко. Но, к счастью, Валентина Ивановна Кудряшова отправила 1 миллион рублей. После этого одумалась, и оставшиеся два у риэлтора не взяла. Но он взял их и внес на банковский счет бабушки. Реальная стоимость квартиры 6 миллионов рублей, а не 3. После этого Науменко пропал, телефон отключил, а риэлтор Сергей Зайцев сначала силой выселял бабушку из квартиры. Валентина Ивановна 83-летняя одинокая пенсионерка, и противопоставить этому риэлтору ей было просто нечего. По словам соседей, он сломал дважды домофон, угрожал пилить болгаркой двери и прочее. Даже когда мы снимали сюжет, он ломился в дверь Валентины Ивановны. Она выйти из квартиры не могла, боялась, что Зайцев квартиру займет, поменяет замки. Переживать все это ей было очень и очень тяжело. После нашего сюжета полиция обратила внимание на эту схему. Звонок мошенников, появление риэлтора, силовое выселение. Все это было восстановлено. Тогда риэлтор Сергей Зайцев подал на бабушку в суд с требованием ее выселить. Суд ему отказал. И вот им подана апелляция. Так, тишина. Отглашается результивная часть апелляционного определения. Судебная коллегия определила решение Ленинского районного суда города Нижнего Новгорода от 17 июля 2023 года оставить без изменения апелляционную жалобу Зайцева Елены Игревны без удовлетворения. Я буду обжаловать решение суда. С чем не согласны, Елена? Сергей, как у вас? Вы наконец-то от бабушки отстанете? Я этой мыслью сколько жила. Я до этого дня еще не видела спокойной минуты. Вот, до сегодняшнего дня. Потому что это такая тревога, вы не представляете даже, что значит остаться вот так вот на улице. Я тоже очень рада сегодня. Была небольшая, конечно, тревога всегда перед судебным заседанием. Безусловно, конечно, я очень переживаю за Валентину Ивановну. Человек беззащитный, пожилой. Остаться на улице для нее – это действительно вопрос жизни и смерти. И я рада, что так все разрешилось. Я очень довольна результатом. И очень рада за Валентину Ивановну, что, в общем-то, наконец у нее наступит какая-то спокойная жизнь. Суд счел достаточные доказательства и доводы того, что Валентина Ивановна, совершая эту сделку, заблуждалась. Она не имела намерения продавать квартиру, не имела намерения никуда уезжать. Была возможность сделку приостановить. Но поскольку Валентина Ивановна сама этого сделать не могла, в силу, понятно, ее возраста и понимания окружающего мира, Зайцев это сделать мог, как профессиональный участник рынка, но не сделал этого. А сейчас я уж, конечно, я вот сейчас рада, что еще закончились наши похождения по судам. Что касается денег, то 2 миллиона из трех перечисленных Сергеем Зайцевым Валентина Ивановна не трогала. А тот миллион, который был переведен на счет телефонного мошенника Науменко, она будет постепенно возвращать со своей пенсии. Кстати, Валентина Ивановна не единственная жертва такой схемы. Точно так же этой весной была обманута еще одна пенсионерка. Елене Александровне Андроновой точно так же позвонил этот же Науменко, точно так же выманил деньги и заставил якобы эффективно продать квартиру нужному человеку. И опять же, в покупке квартиры был задействован тот же самый риэлтор Сергей Зайцев. После наших сюжетов полиция эти дела объединила, до этого она вела их раздельно. Сергей Зайцев проходит свидетелем.